Теперь варианты. А сейчас я предложу вам маленькую информацию, которая поможет решить интересную задачу. Китайская медицина, ну понимаете как, европейская медицина уже работает на генетическом уровне, а китайская на... это искусство. Она работает образно. Так вот, китайская медицина утверждает, что болезни существуют в нашем организме в четырех стадиях. И человек, находящийся на той или иной стадии, не скажу болезни, не здоровья, по-разному будет реагировать на этот препарат. Первая стадия по Китаю называется вэй. Вэй. Вэй переводится как защита. Ну, европейские ученые подумали, ну что у нас защита? Ну, иммунитет. Значит, стадия нарушения расстройства иммунных реакций. Вэй стадия. Стадия, которая показывает, как я китайцы, повреждения наружного. Воспалительные реакции, связанные с раздражением иммунной системы. Люди, которые будут принимать водород, находясь в вэй стадии, ответят резким улучшением самочувствия. Все будет хорошо. На вэй стадии легче всего восстановить здоровье человека. Вэй стадии опекается печень. Это тот орган, который контролирует выработку вэй ци этой энергии. Что здесь есть для печени? Водород, который повышает энергетику печени, в том числе и по выработке защитных энергий. А по-нашему, антиген, концентрацию вот этих антигенов, устранениях и так далее. То есть гуморальный иммунитет. Хорошо. Первое. Что еще здесь есть? Магний. Что он делает с печенью? Он освобождает ее от ненужной работы, от застоя. В результате печень повысила энергетику, убрали застой желчи, лимфы, венозной крови. И печень, почувствовав себя амазонкой, начинает вырабатывать хорошую защитную энергию вэй ци. Водород помог? Помог. В этой стадии, кстати, звонил на днях мальчик с псориазом, говорит, вы знаете, я принимал месяц этот препарат, у меня только на локтях остались псориатические вляшки. А все остальное прошло. То есть, посмотрите на высыпание, там остались розовые следы, все прошло. Но осталось на локтях. А локти, говорит китайская медицина, это рефлексогенная зона толстого кишечника. Поэтому говорю, ну давайте проберете. Полюбите белую кошечку, пожелайте ей добра. Рефлексогенная, это уже китайская, рефлексогенная зона локоть, да, это наш толстый кишечник. Окей. Это первое. То есть, когда человек говорит, я начал пить, и мне лучше, 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 мы понимаем, что он был в стадии болезни войцы, или поверхностная стадия болезненного процесса. Следующая стадия называется ци, просто стадия энергии. В этой стадии вредоносная энергия прорвалась через защитную, то есть пограничники не устояли, не удержали вредоносной энергии, и они проникли в промежуточный слой моего тела. Про вас говорить не хочу, вас это не касается. Мое тело проникло вредоносной ци, что такое промежуточный слой? Мышцы, сосуды, суставы, связки, нервы. Все, что между кожей и внутренними органами. Туда проникла вредоносная энергия. И у человека вам будет рассказывать, что у него суставы в ужасном состоянии, что у него болят мышцы, фибромиология, помните, я не мог приседать, да? Что у него там какие-то проблемы, по ходу товарища, что у меня был на сеансе, седалищный нерв у него ведет себя неправильно. Вредоносная энергия прорвала наружную оболочку, не сработала защита печени, и она прорвалась в промежуточный слой. Стадия поражения промежуточных энергий. Если человек находится в этой стадии и пьет водород, тогда у него будет реакция обострения. Почему? Потому что, по версии китайцев, вредоносная энергия прорвала защитный слой поверхностный, пропала туда, принцип исцеления человека, изгнание ее оттуда. А для того, чтобы ее изгнать, необходимо активировать воспалительную реакцию, активировать нервную систему, то есть идет реакция обострения-очищения промежуточного слоя. Если человек ее начал принимать, и у меня появились, как одна красота говорит, у меня появились боли в костях, боли в мышцах. Это, я говорю сразу, у тебя была промежуточная стадия болезни. Эта стадия разрушала бы твои мышцы. Эта стадия разрушала бы нервные стволы. Эта стадия разрушает твои суставы. А медики говорят, хрящие не восстанавливаются, пока не ставишь туда железо. Тогда можно обойтись без хряща. То есть, радуйся, дорогая, у тебя прекрасная реакция, изгнание вредоносной ци из промежуточного слоя, которое обеспечивает наше движение, наше мышление, оболочки наших клеток. Это вторая реакция. Она может затем выразиться обойтись, может, небольшой зуб может появиться, то есть, нарушенные симптомы. Это говорит о том, что вся эта гадость из нас исходит. Третья стадия болезни. Предоносная медия прорвала слой пограничников. Победила нашу, нацгвардию промежуточный слой. И прорвалась, полиция, да уже, прорвалась в один или в несколько внутренних органов. Как мы об этом узнаем? Ишемическая болезнь сердца. Воспалительные процессы грёвки. Язвенная процедура, язвенная болезнь. То есть, конкретный орган чем-то завалил. Эта стадия называется инцей. То есть, стадия поражения внутренних органов. Как вы думаете, легко оттуда будет изгнать вредоносную энергию? Не очень. Поэтому человек с такой стадии начинает принимать препарат. Говорит, ну вот я 3 дня пил вашу золотую капсулу ни в одном глазу. Ничего, как и было, так и есть. В таких случаях есть такое правило, донесение результата до человека. Что ты хотела? Я хотела это, это, это. Как я уже рассказывала, да? Я хотела, чтобы у меня пропал ветеоризм. Сколько? Когда последний раз у тебя была кишечная колика? Ну так уже неделю назад. Результат? Результат. Но живут ещё трудят. Но проблемы ещё существуют. Если это есть, мы говорим о том, что пострадала, вредоносная цикл угнестилась в каком-то органе. Добавляйте всё, что вы знаете, для поддержки, для восстановления этого органа. Добавляйте всё, что не знаете. Приходите, будем думать вместе. Как? Помочь орган пострадавший восстановить и изгнать быстрее. Можно изгнать просто водородом? Можно. Просто время нужно. Хотим быстрее, хотим красивше. Давайте поработаем с точками канала данного органа. Давайте потренируем его функцию. Лёгкие диафрагмальные дыхания. Желудок с определённой диетой, кровообращение определёнными витаминными препаратами, которые дополнительно подействуют на то, чтобы улучшить текучесть крови или кровотворную функцию. Почки водой, водичкой, капельным поливом будем лечить, хорошая или нехорошая не будет и так далее. Пробежуток. Это внутренняя стадия, инцид. Говорите человеку, что твоя патология зажила глубоко, поэтому нужно время. Поэтому нужны дополнительные средства. Третья, последняя, четвёртая стадия, печальная стадия, каталогия крови. Сьетци называют в Китае эту стадию. Вредоносная энергия ни в одном органе. Она захватила внутренние жидкости нашего тела в первую очередь. Это не сепсис. В первую очередь кровь. У нас развилась усталая, голодная или пустая кровь. Три варианта. Усталая кровь. Кровь, которая плохо движется по сосудам. Голодная кровь. Кровь, ненасыщенная необходимыми элементами. Пустая кровь. Кровь, лишённая энергии. Это самая тяжёлая стадия. И в этой стадии приём водорода может принести результаты где-то через несколько месяцев или даже полгода. Половину веса нашего тела – это жидкости. Вредоносная энергия находится там. Поэтому объясняйте человеку. Наш проект называется «Пульс дороги». А знаете почему? Потому что китайцы говорят, что путь здоровья по своей протяжённости равен пути к болезни. Сколько лет вы болеете? 20. А вы заливить хотите? Ну, желательно за 10 минут. Ну, ладно. Человеку, который, извините, китайцы говорят, что человек сам виновен в том, что он заболёл. Я сказала товарищу, что он сам виноват в том, что у него к новойне, которая никак не вылечится. Говорит, нет, я виноват. Конечно, он виноват. Почему? Измени питание. Измени образ жизни. Нет? Нет. Чуть-чуть подлечили – бегом на работу. Ха-ха-ха. Подлечили – бегом на работу. Да лёгким два года надо после пневмонии восстанавливаться. Короче говоря, я вам для чего это рассказала. Когда вы будете общаться с людьми, которые используют этот препарат. Да, это золотая таблетка. Да, это волшебная палочка. Да, это чудеса. Он на них способен. Вопрос в другом. А на какие чудеса способен другой организм? Как он способен отреагировать на великолепные результаты, которые даёт этот препарат? Как он на них отреагирует? Когда вы будете общаться с людьми,